Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы и описание к ним из книги Великие Музеи Мира. Старуха, готовящая яйца. Диего Родригес де Сильва Веласкес. 1618 год. Холст масла 100 на 119. Творчество удающегося испанского художника Диего Веласкеса, одного из величайших реалистов европейского искусства, является высшей точкой развития национальной школы живописи. Сила полотен этого мастера заключается в глубине психологического анализа и филигранной четкости характеристик персонажа. Картина «Старуха, готовящая яйца» относится к числу лучших работ Веласкеса, созданных в ранний период 1617-1621 год. Произведение этого времени изображает обыденную жизнь простых людей в реальной обстановке убогих харчевень, кухонь, среди скромной провизии и бедной утвари. Все они относятся к жанру бадыгон, испанского бадыгон, что означает «трактир харчева». Уже в этих работах видны талант и мастерство молодого художника, прекрасное в один рисунок, умение передавать монументальность форм и выстраивать лаконичные, удивляющие своей простотой крупнофигурные композиции. Число лучших произведений можно отнести «Завтрак» – 1617 год, «Эрмитаж», «Христос в доме Марфы и Марии», «Национальная галерея Лондона» – 1620 год, «Водонос» – 1620 год, «Собрание Виллингтона» в Лондоне, ну и, конечно же, представленное полотно. В темном помещении пожилая женщина готовит яйца в керамической посуде. Напротив нее находится мальчик. Он держит в одной руке графин свином, в другой прижимает к себе дыню. На первом плане, в нижнем правом углу мастер разобразил стол. На нем аккуратно расставил место кувшина, вступку, миску, поверх которой лежит нож. И лукавица. Некоторые и непримечательные бытовые предметы написаны реалистично, прекрасно передана их фактура. Не менее убедительно художник трактует образы пожилой кухарки и ребенка. Таким образом, в одной работе Веласкеса поставил два жанра – культерморт и бытовую сцену. Вот такое описание к работе Диего Родригеса Ди Сирио Веласкеса «Старуха, готовящая яйца» по книге «Великие музеи мира» я нашел и прочитал. Пока-пока. До свидания.